22 апреля в Твери на улице Добролюбова загорелся жилой дом, где проживала семья с тремя детьми. На момент возгорания ни взрослых, ни детей в доме не было. Двое сейчас в детском садике, один вот со школы у нас пришел. В 14.07 спустя пять минут после сообщения к месту возгорания подъехали первые пожарные расчеты. На тушении работали шесть автоцистерн от пожарно-спасательных частей города. Дежурили бригады скорые, однако медицинская помощь никому не потребовалась. Из-за сильного ветра существовала угроза перекидывания огня на соседние дома. Этого удалось избежать. В 14.43 пожар был ликвидирован. Огонь повредил жилой дом 6 на 8 квадратных метров и две хозяйственные постройки. Пожарные еще заливали то, что осталось от некогда жилого дома, а люди выносили из жилища то, что удалось отстоять от огня. Причиной возгорания соседи назвали костер, который в этот день жгли в соседнем дворе. С чего началось? Видели? Сосед жег костер, а сам куда-то свалил. И именно от костра пошло? Да, версия такая. Мужчина, который в этот день жег костер по соседству, помогал погорельцам перетаскивать уцелевшие вещи. Это у вас костер, да, горел? Да. А как получилось? Вы не проконтролировали, что ли? Нет, там мусор лежал наверх. А мусор, а вы сзади сосед, да? Да, вот справа, справа. Справа, и прилетело от ветра, да? Ну, не знаю, это пока неизвестно. А, ну вы сами видели, как загорелся дом? Нет. Ну, как всегда, мусор сначала лезет где-нибудь, а потом раз, все деревянное, навалено. Ну, вы следили за костром? Ну, конечно, следили. Был ли костер причиной серьезного пожара, пока говорить рано. Заключение даст дознаватель. На место ЧП выехал заместитель главы Заволжского района Твери для оказания помощи и организации размещения лишившихся крова людей. Предварительно, пока они будут размещаться у родственников. Переносить уцелевшие вещи хозяевам сгоревшего дома помогали и сотрудники пожарно-спасательных частей. Утро 23 апреля, улица Роза-Люксембург. В скорой помощи находится 14-летний подросток, которого сбила автомашина «Форд». По словам сотрудников ГИБДД, подросток ехал в школу на велосипеде по выделенной велодорожке по улице Роза-Люксембург. «Форд» шел на перерез по Александру Невскому. Водитель иномарки сам вызвал к месту ЧП экипаж ДПС и скорую помощь. Медики диагностировали у подростка сотрясение головного мозга. С места аварии пострадавшего доставили в больницу. Вечером 22 апреля на 365-м километре Октябрьской железной дороги – это регулируемый пешеходный переход станции Вышний Волочок – поездом дальнего следования сообщением «Москва-Санкт-Петербург» смертельно травмировано два человека. Молодой человек и девушка переходили железнодорожные пути по оборудованному пешеходному переходу на запрещающий сигнал семафора в непосредственной близости к приближающемуся поезду. Машинист подавал сигналы повышенной громкости, применил экстренное торможение, но предотвратить трагедию не удалось. Парень и девушка скончались на месте. Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка. Трагедия задержала пассажирский состав на 25 минут. Сотрудники транспортной полиции еще раз напоминают о строгом соблюдении правил безопасности в зоне движения поезда. Будьте осторожны, берегите свою жизнь.